Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас новая распаковочка из интернет-магазина Торто Мастер. Сразу спешу вам напомнить, что актуальный промо-код на скидку будет в описании под видео. И там же будут ссылочки на все товары из этой посылки. Итак, начинаем! И первое, что я вижу, это журнальчик от 4Fresh и упаковочка. Но давайте ее оставим на конец распаковки. Начнем все-таки с чего-то более интересного. И первое, это шоколад. Белый шоколад Сикао. Это российский шоколад, 27% содержания какао-продуктов. Я все-таки для кондитерки предпочитаю использовать именно кондитерский профессиональный шоколад, нежели шоколад, который продается в магазинах в виде плиток белый, потому что качество значительно отличается. И с таким шоколадом даже российского производства, я не говорю сейчас о том же самом бельгийском шоколаде, даже на российском шоколаде у вас всегда будет более качественный, более стабильный результат. Две упаковочки шоколадной глазури. Для чего я обычно использую шоколадную глазурь? Я ее никогда не добавляю в состав кондитерских изделий. Исключительно для декора. Причем для декора именно экспериментального, когда мне хочется что-то новое попробовать. Это такой, скажем так, расходный материал, который не очень жалко. Шоколадную глазурь не нужно темперировать, как обычный шоколад. Ее необходимо просто растопить и уже делать из нее различный декор. На начальном этапе, когда вы учитесь, начинаете только работать с шоколадом, шоколадная глазурь очень выручает. И еще немного шоколада. Это уже производитель глазурь Пром. Это тоже наш российский производитель. Я его пробовала. Различные виды шоколада. Кстати, мне понравился шоколад без сахара. Это темный шоколад. Содержание какао продуктов 70%. В общем, пока цены на бельгийский шоколад немножко выросли, будем работать на российском. Тоже вполне себе хорошее качество. Здесь у меня будет немного товаров для Пасхи. Правда, не знаю, успею ли я выложить эту распаковочку до Пасхи. Но даже если не успею, я думаю, вы не слишком сильно на меня обидитесь. В общем, это формочки бумажные для куличей. Диаметр их 12 см разных цветов. И еще вот такие небольшие бумажные формочки разноцветные. Далее. Посыпки. Одна называется Пасхальный кролик. Вторая называется Поляна фей. Вот такие яркие, очень нарядные. Вот этот Пасхальный кролик. Здесь небольшие яйца сахарные. И небольшие кролики. Такая она очень яркая, симпатичная. Далее. Это натуральный пищевой краситель. Дикий шафран. Абсолютно натуральный. То есть это не химический краситель. Вот эта линейка мне вообще очень нравится. От Микси. Разные есть цвета. И все абсолютно натуральные. Далее. Ванильный экстракт от Гузман. С семенами ванили Бурбон. То есть прям настоящая бурбонская ваниль. Попробуем. Так. Это желатин. Гранулированный. 180 блюм. И моя любимая арахисово-кокосовая паста. От производителя Татис. Добавляю ее в смузи. Вообще мне она очень нравится. Далее. 500 граммовая упаковочка миндальной муки. Это премиум мука от производителя Орех Продукт. Нравится мне эта мука. Всегда свежая. С прекрасным ароматом миндаля. И очень-очень мелкого помола. Упаковочка уже готового айсинга. Альтер айсинг. Можно делать глазурь для пряников. На основе альтер айсинга можно делать глазурь для куличей. Особенно актуально для тех, кто боится использовать свежий белок от яиц. Прекрасная альтернатива. Сухой готовый айсинг. Вот такой черный бумажный наполнитель. Он мне нужен для упаковки одного подарка. Небольшое отступление на тему Пасхи. Я уже покрасила яйца. Вот такими они у меня получились в этом году. Значит, яйца в технике Декупаж. Как их делать, я видео добавляла на канал несколько лет назад. Ссылочку на это видео оставлю обязательно в описании. Это, честно говоря, моя любимая техника. И каждый год я делаю вот такие яйца. Это у меня прям уже традиция. И в этом году впервые я сделала вот такие яйца. Такой вот космический дизайн, градиент. Тоже очень классно они смотрятся, очень нежно. Как сделать такие яйца, я сняла маленькое видео. Сделать вот такой необычный космический эффект на яйцах. Или эффект градиент. Нам понадобятся уже отваренные яйца, желательно белого цвета. Пищевые красители и обычные белые салфетки. Берем только что сваренное горячее яйцо. Заворачиваем его в салфетку. И наносим красители. Красители подойдут любые водорастворимые. Они могут быть жидкие, гелевые, порошкообразные. Их нужно разбавить водой. До такой достаточно яркой концентрации цвета. И еще немножечко я добавляю уксуса. Примерно по чайной ложке на каждый цвет. И с помощью ватных палочек наношу. Важно, чтобы цвета немножечко перекрывали друг друга. Примерно так должно получиться в итоге. Далее салфетку я снимаю сразу же. Потому что у меня быстро получаются яркие цвета. Можно оставить прям так. Но я окунаю яйцо в воду. Можно это делать под краном. И смываю основную часть красителя. Чтобы цвета были не кислотные, а вот такие нежные, пастельные. И получаются такие вот приятные переходы цвета. Уже так получается очень красиво. Но я решила добавить немножко золота. Золотой кандурин разбавила спиртом. И наношу вот такие хаотичные брызги. И в итоге получается вот такой необыкновенно красивый результат. Нежный градиент или космический эффект. Называйте так, как вам больше нравится. Я, честно говоря, впервые пробовала таким образом красить яйца. У меня много пищевых красителей. И поэтому решила попробовать, поэкспериментировать. Так, ну и здесь у меня осталась ацетатная бордюрная лента для тортиков. Особенно она нужна при приготовлении муссовых тортов. Либо если вы собираете торт в кольце. Чтобы потом удобненько все это дело извлекать. И стандартные бумажные капсулы для капкейков белого цвета. А, и еще же сейчас упаковочку покажу. Вот такие крафтовые, очень стильные коробочки. Отличные коробочки для куличей. Сюда как раз встанут вот такие бумажные формочки на 12 сантиметров. Ну, сюда подойдут и 10 и 11 сантиметровые куличики. В общем, такая сегодня получилась распаковочка. Я, как всегда, желаю вам прекрасного настроения. И до скорых встреч!